Помочь набраться опыта и заработать. Трудовой семестр откроется с началом летних каникул, но было бы желание, даже в учебное время молодежь активно участвует в студотрядах. Аграрные и экологические, строительные и педагогические на Могилевщине уже работают свыше ста парней и девушек. Репортаж Ирины Недобоевой. Ну что, Зойка, как дела? Как твои дела? Моя хорошая! Уход за телятами, раздача кормов, поддержание порядка на территории. На ферме Белорусской сельхозакадемии студенческий отряд работает пятый день. Утром книжки и конспекты, после обеда работа, практика без отрыва от учебы. Животноводы и рыбоводы, 10 парней и девушек. Пока не опытные, но будущие дипломированные специалисты. Зона ответственности большая, 380 голов, из которых молодняка до трех месяцев не менее 40. Для студентки Анастасии Вороновой здесь не только помощь сельскому хозяйству и возможность заработать. Такая практика – шаг ближе к мечте. Я жила в частном секторе, и бабушка-соседка угощала нас молоком. И я, когда гуляла на улице, видела очень часто, с каким трудом, не по сильным трудам, она ухаживает за этим животным. Я видела, как она следит за ее здоровьем, как она постоянно гонит ее на пастбище, с пастбища. Очень сильно прониклось желанием, мечтой, чтобы стать зоотехником, чтобы помогать развивать наше сельское хозяйство. Замена кровли, окон, дверей, а еще тепловых сетей, водопровода и канализации. Капремонт этого многоквартирного дома в центре Горок начался два месяца назад. Завершить нужно к середине августа. Сроки сжатые, но специалистам в помощь прибыла целая бригада студентов сельхозакадемии. Второй курс милиаративно-строительного факультета – есть чему учиться. Это уже не первый мой опыт на стройплощадке. В том году мы уже работали в стройотряде. Тут мы выполняем работу по откосам, по отмосткам, по строительным отнажды работам. В любом случае, этот опыт пригодится мне в будущей профессии. Что-то у них не получается, но в любом случае мы им помогаем, потому что они еще совсем молодые. Я сам недавно закончил этот вуз и полученный опыт при работе в стройотрядах помог мне. И надеюсь, в будущем им тоже это поможет. Главное – направляюсь в нужное русло. Строительные, аграрные, сервисные, педагогические работают даже в учебное время. На Могилевщине в 12 отрядах уже трудоустроено более 100 школьников и студентов. Но это лишь малая часть сезона 2023. На летних каникулах в регионе планируют трудоустроить свыше 5000 парней и девушек. Из года в год наши партнеры все более и более желают видеть белорусские студенческие отряды у себя на объектах. Что говорит о том, что нам доверяют. И это не с учетом какой-то пиар-акции или рекламной кампании, а это все базируется на труде, на ответственности, на дисциплине наших ребят. Минские автомобильные и тракторные заводы «Атлант», «Гомсельмаш» и Республиканский центр патриотического воспитания в Брестской крепости. Студотрядовцы заполнят не только площадки внутри страны. Летом наших помощников ждут и в России. Могилевские студенты примут участие в возведении новой школы Воронежа. А главным объектом строительства в регионе станет музей Великой Отечественной войны на Буйническом поле. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.